Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые члены Президиума, готовы приступить к докладу. Итак, психологическая реабилитация онкологических пациентов, страдающих фантомным болевым синдромом. Фантомный болевой синдром представляется актуальной темой, поскольку в научной литературе наблюдается большой разброс взглядов, касаемых течения самого фантомного болевого синдрома, его этиологии и, собственно, механизмов, которые лежат в основе фантомно-болевого синдрома. Принято рассматривать непосредственно болевой синдром, фантомную боль и фантомные сенсорные ощущения. Среди причин, лежащих в основе фантомно-болевого синдрома, выделяют раздражение нервных окончаний ткани шрамы в области культи. Речь здесь идёт именно о болевом синдроме, который является функциональным и говорит о процессах, происходящих именно в ткани. Все остальные три причины – это перестройка сенсомоторной коры, несоответствие посылаемой моторной командой, острая и хроническая боль в конечности – говорят о фантомной боли и о фантомном сенсорном расстройстве. Особенно травмирующим являются фантомно-болевые синдромы онкологических пациентов после ампутации конечности при локачных новообразованиях. По данным исследователей Бразильского национального института рака, проявление фантомно-болевого синдрома онкологических больных представлено следующим образом. Наиболее острыми являются сенсорные расстройства, далее фантомная боль и боль в культе. Подчеркивается преобладание сенсорных расстройств после ампутации, и они проявляются в виде дискомфортных пространственных положений. Допустим, пациент ощущает фантомную конечность как согнутую, либо руку, допустим, вывернутую неестественно. Возникают острые температурные ощущения утраченной конечности, а не менее пальцев утраченной конечности, оттек конечности. Помимо физической инвалидизации, возникают острые эмоциональные реакции, меняются функциональные состояния на фоне фантомно-болевого синдрома. Наиболее распространенные тревожно-фобические депрессивные реакции. Также отмечаются немотивированные вспышки агрессии, раздражительность. Стоит заметить, что тревожно-фобические реакции депрессивные. Здесь необходимо рассматривать не как отдельные нозологические единицы, а скорее как реакция на травмирующую ситуацию, на острую травмирующую ситуацию. И можно проследить динамику реагирования пациента. То есть изначально проявляются бурные реакции, затем наступает астенизация, нарушение сна, и на фоне этого пациент уже не может контролировать собственные реакции. И поэтому они протекают как бы волновой, процесс волновой, грубо говоря. То есть я понятно объяснила? Да. Понятно? Здорово. Дополнительными факторами, провоцирующими нейропатическую боль у онкологических пациентов после ампутации, является лучевая химиотерапия, поскольку они являются факторами усиления, в общем, фантомного болевого синдрома. Но всё вышеперечисленное является серьёзным препятствием для протезирования утраченной конечности, что в конечном счёте приводит к снижению качества жизни, социальной дезадаптации больного, ну и диктует, соответственно, необходимость мультидисциплинарного подхода к лечению профилактики и реабилитации пациентов, страдающих фантомным болевым синдромом. В институте онкологии Петрова был внедрён в практику двухэтапный метод психологической реабилитации больных, страдающих фантомным болевым синдромом. Двухэтапность здесь условная. Это не временная этапность. Для удобства представления будет так. Итак, первый этап направлен на восстановление нарушенной обратной связи от траченной конечности и основывается на зеркальной и зрительной обратной связи. Второй этап – непосредственно коррекция острого эмоционального состояния. Остановимся на первом этапе поподробнее. Итак, сам метод называется зеркальная терапия. Изобретён он нейропсихологом-психологом Рома Чендраном. И представляет собой метод лечения фантомно-болевых синдромов путём создания искусственной обратной связи. Вкратце техника. Происходит это так. Изготавливается зеркальный модуль. С одной стороны, перед зеркалом кладётся здоровая конечность, за зеркало заводится больная конечность. Так, чтобы отражение здоровой конечности создавало иллюзию того, что утраченная конечность на месте. И, соответственно, происходят различные комплексы упражнений. Опытным путём было выявлено, что в режиме 25-30 минут 1 день 5 дней в неделю – это наиболее удобный и эффективный способ терапии в работе с онкологическими пациентами. Сама зеркальная терапия включала двигательные упражнения и упражнения на тактильный контакт, на сенсорные ощущения. Перейдём непосредственно к исследованию. В исследовании приняло участие всего 8 пациентов. То есть исследование качественное, не количественное. Экспериментальная группа представлена 5 пациентами с опухлями костей. 1-2 стадии, злокачественное образование костей 1-2 стадии. Диагнозы можно увидеть на слайдах. Все пациенты пережили ампутацию верхних либо нижних конечностей. И двое пациентов испытывали исходный болевой синдром и принимали неопиоидные анальгетики для временного оккупирования болевого синдрома. Спасибо. Контрольная группа представлена тремя пациентами, также пережившими ампутацию верхних и нижних конечностей и без предварительного болевого синдрома. Для оценки состояния пациентов были использованы следующие методы. Это классическая клиническая беседа, вербальная шкала оценок в покое и преддвижении для оценки непосредственно болевого синдрома, дифференциации болевого синдрома от фантомной боли. Опросник для диагностики нейропатического компонента боли и госпитальная шкала тревоги и депрессии. Стоит заметить, прежде чем перейдем к результатам исследования, что в обеих группах пациенты после ампутации получали противоболевую лекарственную терапию, то есть реабилитация шла на фоне лекарственной терапии. И пациенты экспериментальной группы на момент после ампутации, это 5-7 день после ампутации, испытывали болевой синдром по шкале ВШО в среднем 3 балла. Также наблюдали сенсорные расстройства, которые были выше допустимой нормы и говорили о наличии нейропатической боли, которая проявлялась в нарушении пространственного восприятия конечности, в ее отечности в зуде, в жене. То есть пациенты жаловались на то, что их конечность чешется, что она тяжелая, она текает, она больше обычных размеров. Также на фоне фантомно-болевого синдрома наблюдалось нарушение сна. Средняя подложительность сна в экспериментальной группе на момент после ампутации составляла 2-3 часа. По шкале ХАЦ наблюдается клинически выраженная депрессия, но мы понимаем, что это не клинически выраженная депрессия, а депрессивная реакция, ну и соответственно тревога. На момент после реабилитации, после обоих этапов реабилитации, зеркальной терапии и терапии эмоциональных состояний реакций, мы видим следующие результаты. То есть на фоне противоболевой терапии снижения болевого синдрома почти в половину экспериментальной группы, также почти в половину снижения сенсорных расстройств удалось полностью нивелировать негативные пространственные ощущения, ощущения скрученности конечности, температурные ощущения, которые проявлялись в виде зуда и жения. Также, соответственно, на фоне снижения фантомно-болевого синдрома наблюдается улучшение сна, продолжительность сна в среднем составляла 6-7 часов. И мы наблюдаем спад тревоги и депрессивных реакций. Посмотрим на контрольную группу. Итак, контрольная группа, в ней не проводилось никаких воздействий, только регистрировались показатели. Итак, мы наблюдаем, что на фоне лекарственной терапии наблюдается некоторое снижение болевого синдрома. Но, в принципе, стоит отметить, что как в экспериментальных, так и в контрольных группах болевой синдром на момент после реабилитации, если говорить о временной шкале, он находился на одном и том же уровне. То есть эффективность болевой терапии здесь нивелируется. Однако сенсорные расстройства снизились в контрольной группе ненамного. Важно, что сохранялось ощущение отечности, что нарушало сон. Сохранились фантомные болевые ощущения, что также нарушало сон. И в результате в контрольной группе сон достигал 4-5 часов в среднем. Отмечается некоторое снижение тревоги и депрессии за счет компенсаторных свойств психического аппарата. В принципе, мы можем говорить по результатам проведенного исследования, что комплексный подход в реабилитации онкологических больных, страдающих фантомным болевым синдромом, позволяет нормализовать функциональное и психологическое состояние пациента, ускорить его готовность к протезированию ампутированной конечности. И хотелось бы заметить, что в отдаленном периоде велось наблюдение за пациентами экспериментальной группы в отдаленном периоде. К сожалению, один пациент скончался, и осталось только 4 пациента, двое из которых прошли успешное протезирование и были мобильны после протезирования. То есть период наблюдения составил полгода. Двое пациентов испытывали болевой синдром и незначительный фантомный болевой синдром. У меня все. Спасибо. Так, пожалуйста, какие вопросы будут Кристине Архановне? Есть вопросы? Да, да. Я бы хотела, во-первых, по самой процедуре лечения и реабилитации. Вы на протяжении какого времени? Вы говорили 5 раз в неделю, а как долго проходило это лечение? Спасибо за вопрос. Пациенты на момент после ампутации в стационаре лежали от 10 до 14 дней. И, соответственно, средняя продолжительность терапии – это 12 дней. То есть на протяжении всего их пребывания в клинике они проходили? Да, да. И при том, извините, я продолжу. Сама зеркальная терапия длилась полчаса, а психокоррекция длилась следующие полчаса. Поэтому это как бы первый этап терапии, второй этап – коррекция эмоционального состояния. И впоследствии упражнения, которые давались пациентам на занятиях, рекомендовалось использовать их и в домашних условиях. И они это делали. Второй вопрос у меня как раз по поводу вот этого комплексного лечения, сочетания двух методов воздействия. Дело в том, что зеркальная терапия при фантомных болях, она вполне распространенная. Доказывать здесь нечего, что это помогает. Я так понимаю, новизна в том, что вы сочетаете два вида воздействия психотерапевтического. Правильно я понимаю? Да. Тогда вот хотелось бы уточнить. Дело в том, что вы говорили о том, что реабилитация, воздействие на эмоциональную сферу. Каким образом это проходило? Что вы делали с пациентами? Каким образом происходила психокоррекция? Ну, эмоционального состояния, да. Коррекция эмоционального состояния? Да, конечно. Какие методы вы использовали? Что вы делали? Ну, коррекция эмоционального состояния проходила в рамках когнитивно-поведенческого подхода. И в любом случае, каждый раз она была индивидуальной и зависела от представляемой пациентом реакции. Терапия шла в рамках... Коррекция шла в рамках терапии отказа, то есть терапии потери. Поскольку при зеркальной терапии речь идёт о перестроении схемы тела, о перестроении представительства, то пациент должен быть готов к отказу и перестроению. То есть к иному восприятию себя. Это называется когнитивно-поведенческое? Ну, это в рамках когнитивно-поведенческого подхода. В любом случае речь идёт о работе с мышлением, об адаптации. То есть о принятии своего нового образа, да? Без утраченной конечности. Ну, как-то традиционно, когда говорят о работе с эмоциональным состоянием, это, ну, в общем-то, не когнитивная терапия, принятие нового образа тела. Это косвенно может влиять на эмоциональное состояние, конечно же. Но, может быть, стоит как-то более на будущее конкретно определить вот эту составляющую вашего психотерапевтического воздействия, как-то продумать и её тоже описать, потому что, да, иначе это звучит не очень убедительно. Спасибо. Спасибо, Ольга Борисовна. Ещё вопросы, пожалуйста, Анна Сергеевна. Подскажите на такой вопрос. Вы упомянули, что вы используете клиническую беседу также в процессе работы. Мне было бы интересно узнать, какие параметры вы учитывали, что входило в вашу клиническую беседу. Очевидно, вы составляли какую-то карту обследования пациента. То есть учитывались, очевидно, какие-то клинические характеристики, помимо социально-психологических. Расскажите просто подробнее о клинической беседе. Я просто включала сбор анамнезов. И всё. Сбор анамнезов. Какие-то особенности клинические вы не учитывали? Уточните, пожалуйста, вопросы. Характер терапии, которую принимали пациенты. Всё, всё, что там с клиническими характеристиками, специфики заболевания. Ну, конечно, учитывались, да, была изучена история болезни, было изучено состояние до, были изучены предшествовавшие психические состояния и состояние до ампутации, но уже со слов пациента. И это клиническая беседа, это сбор анамнезов. Ну, можно чуть более подробно, какие характеристики входили? Какие параметры, что вы называли за клинической беседой? Извините, я не поняла вопроса. Вы говорите, что вы учитывали предшествующую историю заболевания пациента. Ну, история болезни, да. Стадия, диагноз, об этом речь идёт. Ну, психическое состояние, очевидно, пациент. Психическое состояние, да, то есть, ну, в любом случае, всегда смотрелись предшествующие, наличие предшествующих психических диагнозов, да, или какие-то когнитивные нарушения. Ну, это всё входило... Они присутствуют? Нет, поскольку это является критерием исключения из терапии, зеркальной, поскольку необходима когнитивная сохранность для того, чтобы это работало. Спасибо. Ещё, пожалуйста, Ольга Васильевна Ушакова. У меня такой вопрос, Кристина. Скажите, пожалуйста, вот переживание утраты здоровья, да, как постановка диагноза и последующая ампутация конечностей предполагает изменение тела, и мы знаем, что экзистенциальная терапия, работающая с принятием утраты, в том числе утраты здоровья, да, то есть, как принятие диагноза с одной стороны, с другой стороны, принятие своего собственного нового образа, предполагает, что у человека должны быть на это определённого рода ресурсы, да, и какая-то своя собственная картина болезни. Учитывали ли вы это вот в клиническом интервью, которое вы брали у пациентов перед началом терапии? Спасибо. Спасибо за вопрос. Дело в том, что я обозначила состояние пациентов на момент после ампутации, да, и каждый раз я столкнулась со стенизацией, поскольку всё, что могли пациенты, испытывая болевой синдром, фантомный болевой синдром, это отреагирование собственного эмоционального состояния, и всё. То есть, об экзистенциальной терапии здесь речи не шло, поскольку просто не было сил, именно у пациентов просто не было сил, они были истощены болевым синдромом. Именно поэтому этапность терапии строилась именно таким образом. Ещё есть вопросы? Спасибо, Кристина Архановна. Пожалуйста, рецензент. Вагайцева Маргарита Валерьевна. Здравствуйте, уважаемые члены президиума, здравствуйте, уважаемые коллеги. Очень хочется, конечно, добавить всяческие ответы на вопросы, потому что мы с Кристиной Архановной плодотворно сотрудничаем, в общем-то, делим один стул, можно сказать. Хотя в меньшей степени я знакома с фантомными болями, это её прерогатива. Однако мы действительно в своей практической деятельности достаточно часто на отделениях сталкиваемся с этим феноменом. И тем более здорово, что Кристина Архановна стала прицельно изучать это с научной точки зрения. Ну, воздержусь от дальнейших комментариев, так и тянет меня про это поговорить. Однако предоставлю рецензию на исследование Кондратьева и Кристины Архановны на тему психологической реабилитации онкологических пациентов, страдающих фантомным болевым синдромом. Выбранная тема исследования представляется актуальной. И ещё раз упомяну, что это достаточно частый случай при различных локализациях рака, когда ампутируется часть тела или даже, может быть, часть части тела, да, потому что, когда идут поражения языка или какие-то лицевые поражения, тоже могут быть задействованы на этот феномен. Также эта тема актуальна, поскольку, несмотря на успехи в области фармакологического лечения фантомного болевого синдрома, нет универсального подхода в реабилитации онкологических пациентов, страдающих нейропатическими болями. Ну и вообще, когда речь идёт о нейропатологии, конечно, медицинскому психологу есть всегда чем заняться. В докладе представлено исследование, а в исследовании представлен качественный анализ, проведённый работой по двум группам онкологических пациентов, страдающих фантомным болевым синдромом в послеоперационном периоде. В своём исследовании Кристины Архановны была сделана попытка внедрения комплексного метода психологической реабилитации с использованием нейропсихологических и психотерапевтических вмешательств. Текст работы исследования представляется достаточно структурированным и методологически выверенным в соответствии с современным этапом развития клинической психологии. В работе представлен детальный критический обзор существующих на данный момент способов лечения и профилактики фантомного болевого синдрома, а также показаны как их недостатки, так и преимущества. Немаловажным является то, что автор поднимает проблему мультидисциплинарного подхода в профилактике лечений и реабилитации онкологических пациентов, страдающих фантомным болевым синдромом, и предлагает двухэтапный метод психологической реабилитации. Первый этап представлен в рамках нейропсихологической реабилитации, основанной механизмы зеркальной и зрительной обратной связи, а второй этап представлен в рамках психологической коррекции острого эмоционального состояния пациента. Как раз на втором этапе в первую очередь, конечно, идет отреагирование острых чувств, но, как правило, они действительно обусловлены прежде всего основной психологической трудностью, а именно утратой конечности и болевым синдромом, который связан с этим. Именно поэтому до экзистенциальных бесед мы обычно не успеваем дойти. Дойдет очень конкретное острое отреагирование по утрате конечности. Соглашусь, что остается недостаточно обоснованным выбор автора именно зеркальной терапии. Я не к тому, что это неправильный подход, я к тому, что мне кажется, что Кристина Неверхановна мне нужно лучше подготовиться для того, чтобы обосновывать этот выбор при нейропсихологической реабилитации, нейропатической боли, потому что в работе автор представил достаточно широко различные методы. И еще раз хочется сказать, что этот выбор правильный, просто нужно его лучше обосновать. Выбор диагностических методик представляется обоснованным и логичным, что подтверждает динамика результатов исследования. Результаты исследования кажутся, на первый взгляд, достаточно малыми, но все, кто работает в онкологии, знают, что нам крайне трудно взять расширенную выборку и что вполне допустимо в нашем деле группа из пяти человек. В данном случае было пять экспериментальных и три пациента в контрольной группе. В нашей области такие данные вполне можно называть надежными и научно обоснованными. В дальнейшем хотелось бы увидеть продолжение работы Кристины Архановны с пациентами в отдаленном периоде, страдающими фантомным болевым синдромом пациентами. Также мне кажется важным учитывать особенности противоболевой лекарственной терапии при предоставлении в анализе результатов исследований. Это, в общем-то, было упущено, но, конечно, не упущено при первичном рассмотрении выборки. Мне представляется важным частный момент, что Кристина Архановна уточнила интерпретацию показателей шкалы депрессии, потому что действительно наш инструментарий может показать клиническую фантодепрессию, тогда как мы с вами знаем, работающие в этой области, что речь всегда идет об остром реактивном состоянии. И важно это не путать. И также мы ждем дальнейшего развития научной деятельности Кристины Архановны. Я думаю, коллеги со мной согласятся, ее в этом смысле ждет большое будущее. Спасибо за внимание. У меня есть еще одно пожелание Кристине Архановне, потому что я в свое время занималась тоже противоболевой терапией, мы уже с ней говорили, и тогда мы использовали не метод зеркальной терапии, а использовали метод релаксации. Это, конечно, немножко другой метод, но я уже рассказывала Кристине Архановне об этом опыте. Этот опыт был тоже очень интересен и очень эффективен. И вот интересно было бы сравнить разные методы при лечении фантомного болевого синдрома. Мне кажется, что в онкологии недостаточное внимание еще уделяется именно фантомному болевому синдрому. В настоящее время, к счастью, я могу сравнить, сейчас достаточно много проводятся операций, связанные с эндопротезированием, и не всегда происходит ампутация конечностей. Но есть такие ситуации, когда невозможно сделать эндопротезирование, происходит ампутация конечностей или других частей тела, это может быть и молочная железа, и вот как рассказала, указала в своей рецензии Маргарита Валерьевна, это может быть и удаление языка, и любой другой части. И очень интересно, вот именно с помощью релаксации, это и работа с состоянием человека, и это возможность им управлять этим состоянием. Вот у меня есть пожелание Кристине Архановне сделать сравнительные такие разные методы при использовании, при лечении или при коррекции фантомного болевого синдрома. Так, спасибо.